меня всегда удивляли две категории людей те которые нихрена не думают сказали вот палки в руки вперед и те которые думают головой взяли испан дали и так же пошли а а вот и я с казачьим ходом берем руки испан дат в одну и другую и вперед казачий ход казачий ход на воды нх саду бела от мороза мы сжимаем идем вот мы перед гликом это же то нас казачий ход ну что мы с вами видели предыдущих женщин не спеша вот для того чтобы пройти хотя бы как я надо сделать какой-то объем который будет служить базой на укрепление всевозможных функций организма и только на этом объеме потом можно уже что-то такое наращивать даже будет участвовать каких-то пробегах спортивных естественно со скидкой на возраст вот поэтому важно поставить себе цель и с помощью мотивации такого слова замудренного то есть стимулирование себя уговаривание возвышение побуждение заставить двигаться награде определенный объем делать это все регулярно и вот тогда можно будет какие-то собственные рекорды устанавливать соответственно знаете чувствовать себя 6 километров 12.07 чувствовать себя совершенно иначе это самое главное ощущение ощущение себя не разваленной которая еле-еле передвигается а таким живчиком я лично так рассуждаю не знаю как вы можете мне написать как вы к этому относитесь а женщинам этим пускай это очень хорошо что они вышли ну вот это вот то что они сейчас находятся в профилактории там им мажут делают что-то там так сказать ремонтируют и человек думает ну хорошо все так сказать мне подлечили подвосстановили я побегу должны быть самостоятельные усилия и вот я для себя вывел такое можно сказать уже правило вот что-то у меня заболело пускай это там будет спина еще что-то там еще там что-то там такое вот обращаюсь к специалистам в кавычках вот они тот массаж сделали то-се пято-десятое не возражаю это помогает но дальше дальше если ты ничего не делаешь не меняешь не меняешься сам все это скатывается опять и вот только мои личные усилия позволили мне вытянуть себя самого из знаете из состояния развалины в состояние развалины скатиться очень легко а вот выйти и поддерживать его и полюбить состояние здоровья это совершенно иной уровень понимаете уровень прежде всего сознание осознанность бытия вашего места в этом мире вот и только вот на основе этой работы начинается какое-то истинное оздоровление не боюсь этого слова даже омоложение то есть тебе даются силы и силы всегда даются под новые проджекты а если ты пребываешь в чем-то обыденном давно пройденном то тебе становится неинтересно нету интересного нету энергии вот и если что-то там такое ты уже начинаешь немыслими вперед устремляться какие-то там будем говорить свои достижения делать что-то для себя полезно совершенствоваться а ты начинаешь прислушиваться к своим болячкам ой тут заболела там заболела ой врачи сказали это не делать все ты уже старик старуха жизнь тебе уже не нужна поэтому она и уходит вот такие то дела прежде всего идет философия мировоззрение то есть основное базовое понятие после которых дальше идет уже работа спускается над побуждениями чертами характера и начинается твое совершенствование вот такие то дела о идут ну хоть так так и и Продолжение следует...